Добрый вечер, в эфире программа в центре внимания. На исходе лета предлагаю поговорить о том, почему этого самого лета почти не было. Немало интернет-копий было сломано северянами по поводу необычно холодных месяцев. Так что давайте разбираться, на что так рассердилась небесная канцелярия. Роль эксперта программы возьмет на себя начальник гидромедцентра северного УГМС Ирина Грищенко. Ирина Васильевна, добрый вечер. Здравствуйте. Ну и так, лето было холодное, на ваш взгляд, или не очень холодное? Лето было разное и по территории, и по времени. Значит, если вообще взять теплый сезон, то май оказался как раз очень теплым, на 4-6 градусов выше нормы. И по температуре осадки были достаточно умеренные. И получилось так, что май на себя взял роль, по сути, июня. В июне тоже температура была, в принципе, нормальной. Выше норма оказалась на 2-4 градуса. Это вы говорите в целом по области? Да, в целом по области. Нет, нет, я говорю через тиреп, в целом по области, включая Архангельск. Июль, вот, к сожалению, огорчил северян, потому что температура оказалась ниже нормы, тоже на 2-4 градуса, и было много дождей. Но в целом, как бы, мы не сильно ушли от нормы по дождям. Это было в пределах нормы, полторы нормы в среднем по территории. Но зато август продолжил это черное дело. И, в общем-то, мы опять оказываемся ниже нормы, пока на 1 градус. Но в августе особенно много осадков выпало. Вот за эти две декады практически выпадало полторы-две нормы. И вот, кстати, Архангельск побил рекорд во второй декаде. Здесь, в районе Архангельска, выпало 3,5 нормы осадков. Вот мы все это ощутили. А с чем вы это связываете все-таки? Ну, с чем? С синаптическими процессами. В этом году процессы, ну, таким образом происходили, что в основном преобладала циклоническая деятельность. И у нас все время шли переносы с запада на восток. Это атлантические циклоны традиционно несут нам такую погоду. Но их просто было больше, чем обычно. И поэтому к нам, по сути, не заходили антициклоны с теплой, ясной, хорошей погодой. К сожалению. Да, к сожалению. В целом, ну, нельзя. Лето, конечно, было не очень комфортное, но нельзя его в целом определять, как, ну, какое-то аномальное лето. Да, вот вы сказали, что мы ниже температуры, по температуре на 2-4 градуса. Но вот лично мое такое обывательское ощущение, что было, может быть, я не скажу холодно, но было пасмурно, да, вот не было такого солнышка. Совершенно верно, совершенно верно. Дискомфорт сложился именно из-за того, что постоянно наблюдалась пасмурная погода. Люди практически не видели солнца. Мы ходили в кофтах. Да, и постоянные осадки. Но это своеобразно влияет еще на людей в чисто медицинском плане, потому что вот отсутствие длительного солнца, оно отрицательно влияет и на здоровье, и вообще на психику человека. И поэтому вот это вот неудачно, лето и показалось неудачным. Если бы были кратковременные дожди, после которых выходило солнце, конечно, люди бы по-другому совершенно реагировали на эту погоду. То есть вы имеете в виду, что мы это лето характеризуем не с точки зрения метео каких-то сигналов, а с точки зрения эмоций, восприятия? Да, это больше эмоций, потому что мы же живем на севере. Для нас это характерно. Постоянная смена погоды. Надо сказать, что в других регионах погода была нормальная. Мы все-таки рядом с Арктикой. Плюс погоду нашу практически, ну, очень часто определяют атлантические циклоны. И циклоны другие, которые приходят из Черного моря, из юго-востока, европейской территории России. И вслед за выходом таких циклонов у нас сразу проваливается арктическая воздушная масса, которая, поскольку она холодная, холодная была, она несла с собой низкую облачность, и все равно приходил антициклон, в котором мы не наблюдали солнце вообще. Но температура была ниже, получается, вот все эти, как тут не вспомнить шутку о том, что глобальным похолоданием закончились слухи о глобальном потеплении. Все-таки мы по температуре упали. Ну, это конкретный месяц. Вот, кстати, что говорить о глобальных вещах, то как раз первое полугодие 2015 года оказалось в ряду наблюдений с 1891 года на первой позиции. Оно было самым теплым. Самым теплым за какой период? На период наблюдений с 1891 года по 2015 год. И здесь же, вы вспомните, в Европе в июле стояла жара до 40 градусов, даже в Лондоне до 37 было, а вот север европейский, он был холодный, юг Сибири, он был тоже жаркий, поэтому в среднем северное полушарие получилось все-таки, что оно было очень теплым. Вот опять из таких же обывательских позиций, не могу не спросить, в быту все-таки мнение, да, вот лето было холодное, значит, может, зимой повезет, будет потеплее. Вот стоит ли такой примете верить? Нет-нет, это не факт, конечно. Не факт. Зима у нас тоже пошли очень сложные, но в целом, вот если рассматривать в аспекте изменения климата, надо сказать, что зимы как раз стали теплее. Стал теплее вот этот осенний период, осенне-зимний. Ведь у нас уже происходят какие катаклизмы? Уже не один случай, что реки вскрываются, например, в ноябре, после того, как установился ледостав первый, после этого происходит вскрытие и ледоход. Так было, например, осенью прошлого года. Такое совершенно сумасшедшее вот потепление, когда декабрь был на 8-10 градусов выше нормы. В декабре в пятом году, да. У нас был ледоход и ледостав, только образовался где-то к январю. То есть вы наблюдаете такое некое смещение сезонности, получается, по климатическим условиям? Да, можно и так сказать. А вот насколько вы можете разделить эту точку зрения о том, что когда мы смотрим погоду, показывают, допустим, в Москве будет тепло, Питер тепло, и многие рассчитывают, что вот этот циклон придет к нам. Стоит нам брать вот такой географический ориентир? Ну, в этом есть определенная логика. Почему? Потому что, опять же, то, что в Москве не обязательно, а вот поскольку у нас циклоны в основном движутся с запада на восток, то, естественно, когда циклон приходит в Питер, там начинается плохая погода, затем она перемещается в Петрозаводск, Конегу, и в результате достигает Архангельска. Но, опять же, если у нас аномальное какое-то движение циклонов совершенно с другой стороны, естественно, это уже под эту логику не сможет подойти. Каким источникам прогнозов в таком случае нам верить? Потому что разные сайты теперь существуют, можно посмотреть погоду в интернете, послушать с экранов телевизоров многочисленные прогнозы погоды. На что все-таки ориентироваться? Ну, сразу скажу, ориентироваться надо на наш прогноз Архангельского гидрометцентра. Это вас следовало ожидать. Да, и я скажу, почему. В принципе, сейчас, конечно, в интернете очень много информации по погоде и прогнозам. Насчитывается десятки сайтов метеорологических. Сейчас практически каждая страна мира выкладывает метеорологический сайт, на котором можно найти погоду и прогноз по любой точке земного шара, в том числе и по пунктам Архангельской области. Плюс любительские сайты, плюс сайты научно-исследовательских институтов. Короче, это целая куча информации. Как не запутаться? Ну, здесь вопрос тонкий. Я, например, очень радуюсь, что столько много информации, потому что в данном случае, когда население и, кстати, часть организаций обращаются к этим интернет-ресурсам, то есть они в данном случае выступают в роли эксперта и берут ответственность за этот прогноз на себя. То есть им нравится этот сайт. Они его принимают. Да, но потом они, конечно, разочаровываются. И я объясню, почему. Не потому, что я преследую свои профессиональные цели или цели нашего коллектива, нашего управления. Дело в том, что на сайте выложен не собственно прогноз, которым пользуются потребители, а это, в общем-то, численный прогноз погоды. То есть эти метеоэлементы, значение рассчитаны. Они рассчитаны на суперкомпьютерах, по специальным схемам. И опасность здесь какая? В том, что модель до сих пор не может уловить местные особенности того или иного населенного пункта, например. Я всегда привожу пример с Архангельском и Северодвинском. Расстояние между нашими городами около 40 километров. И тем не менее температура может различаться между нами на 10-15 градусов и летом, и зимой. И только мы знаем, когда это происходит. И какую сторону главное отличается. Да, и мы учитываем это в своих прогнозах. А вот все-таки как составляются эти прогнозы? Я так понял, вы не рассчитываете их математически. Вот эту кухню вашей работы вы можете рассказать? Да. Кратенько, значит, кухня такая. Для того, чтобы составить прогноз погоды. На какой период, сразу давайте оговоримся? Потому что, наверное, модели разные, учитывая срок прогнозирования. На любой период, начиная от суток и кончая сезонами. Для этого собирается для начала наземная метеорологическая информация. На земном шаре работает около 13 тысяч метеорологических станций. Из них около 3 тысяч находятся в России, на территории России. Кроме того, происходит радиозондирование атмосферы. То есть, узнается состояние атмосферы по всей толще, по всей толще тропосферы и стратосферы даже. Плюс ракетное зондирование. То есть, масса информации собирается. Эти наблюдения проводятся каждые 3 часа на метеостанциях. После чего они кодируются и очень срочно передаются в международные метеорологические центры. Их на земном шаре 3. Это Мельбурн в Австралии, это Москва в России и Вашингтон в Соединенных Штатах. То есть, это такие континентальные центры, да? Да. Дело в том, что если потом возвращаться опять к точности прогнозов, ведь проблема в чем? Что 2 трети поверхности земного шара занимает вода, на которых нет метеостанции. Это отдельное наблюдение, которое проводится на судах. Это буи наблюдают. И поэтому вся информация идет только с суши. Короче, когда она поступила туда, потом она визуализируется, эта информация, и поступает в виде картографического материала, в виде телеграмм в региональные центры. В том числе и к нам в Архангельск. Да, в том числе и к нам в Архангельск. Но это только одна часть работы перед прогнозом. Вторая часть заключается в том, что крупные метеорологические центры, такие как Гидрометцентр России, такой как Европейский центр среднесрочных прогнозов в Германии, Медофис в Англии и Вашингтоне. Они обладают серьезными вычислительными комплексами, которые могут по гидродинамическим моделям просчитывать прогностические и барические поля, которые и являются основой для составления прогноза. То есть они рассчитывают, грубо говоря, местоположение циклонов, и антициклонов. На этом строится прогноз. И вся вот эта информация распределяется по региональным центрам, которые попадают в синоптику, он ее анализирует. И с учетом местных особенностей, собственно, пускают прогноз, которым все и пользуются. Мы сейчас углубляем все-таки технические подробности. Я хочу спросить вопрос качества работы. Как оно оценивается у Вас? Точность прогнозирования. Есть такой критерий? Конечно. Естественно, если не оценивать работу, то как мы узнаем вообще ее качество? Прогноз в том числе оценивается. Да нет, и через 3 дня, и через 5 дней существует термин «оправданность прогнозов». Надо сказать, что... Ну, то есть берем 100 прогнозов, 90 оправдалось, значит, оправданность 90%, грубо говоря. Надо сказать, что оправданность прогнозов на современном этапе достаточно высокая, 92-95%. И надо сказать, что когда люди говорят, вот там за границей то, все, пятое-десятое. Нет, технология составления прогнозов во всех странах совершенно одинаковая. И мы пользуемся одинаковыми исходными источниками. Поэтому вот такая оправданность приблизительно во всех странах и существует на сегодняшний... То есть наука нам позволяет давать прогноз именно вот с такой точностью. Я вам хочу сказать, что в 70-е годы оправданность прогнозов была всего 70%, а сейчас каждые 9 прогнозов из 10 не оправдываются. Это очень высокая оправданность. Это обусловлено появлением новой техники или же новой методики? Да, конечно, и тем, и другим. Во-первых, сумасшедший прогресс вычислительной техники. Вот сейчас все серьезные метеоцентры, они ведь оснащаются мощными суперкомпьютерами, в том числе и наш гидрометцентр, и вот самый мощный метеоологический компьютер под метеоологические задачи установлен как раз в Англии, в Эксеттере, такой городок, где их находится штаб-квартира, мет-офиса. Скорость операции составляет 16 пета-флопс, это 16 квадриллионов операций в секунду. То есть объем информации нужно переработать такой, что требуется очень быстрая скорость и большой объем памяти, конечно. И вот когда в полную силу заработает этот компьютер, англичане смогут выпускать прогностические схемы с разрешением 300 километров, а сейчас они выпускаются 2,5 километра, 7 километров, и информацию они смогут прогностическую обновлять каждый час, а сейчас она обновляется каждые 6 часов, по крайней мере, на стране. Если говорить о востребованности вашей работы, понятно, что обыватели ориентируются с точки зрения интереса, кто-то целенаправленно, с какими предприятиями, может быть, вы работаете, кто ваш потребитель вашей работы? Вы знаете, очень много потребителей. Были 90-е годы, когда, в общем-то, организация, население было неплатежеспособно, и потребители решили, что они обойдутся без метеоинформации. Жизнь показала совсем другое. Сейчас у нас очень много организаций на обслуживании стоят. Конечно, большая часть — это морские организации. Корабли раньше, суда, тоже предпочитали сами где-то добывать информацию, анализировать. Но я должна сказать, что у нас бывает очень много обращений по страховым случаям, и выясняется, что именно в этих случаях они не брали у нас прогноз погоды. Это именно связаны с судами какие-то, да? Да, с судами. Бывают и другие страховые случаи, которые происходят на суше. Поэтому, ну, в основном, конечно, морской, водный транспорт, им без нас все равно не обойтись никаким образом. Никакой интернет их не спасет. А помимо моряков с кем вы работаете? Ну, работаем со строителями, с лесниками. Так, на вскидку что-то... А обращаете ли вы внимание на народные приметы, и вообще как специалисты вы можете как-то прокомментировать вот тот опыт, который накоплен поколениями? Вы знаете, я бы сказала, народные приметы — это своеобразный архаизм. Во-первых, место выполнения этих примет и время четко не очерчено, конечно. Я считаю, что в основном это для континентальных районов, они как-то срабатывают. Мы же живем на территории, которая приближена к морским поверхностям, тем более таким серьезным, как Северный Ледовитый океан, например. Поэтому трудно рассчитывать на такие приметы. Рассчитываем на свой профессионализм. Ну, трудно было ожидать другого вердикта от вас, да? Ваш прогноз на осень, не могу не спросить. Ну, на осень прогноз, конечно, дать не могу. Могу... Посмотрели мы погоду на 10 дней. Да, должна сказать, что наиболее предсказуемая погода на данном этапе развития науки — это 3, максимум 5 дней. Поэтому, когда еще в догонку к оправданности, хочу сказать, что существуют специальные метеорологические компании, которые работают за границей. Они выпускают прогнозы, например, на месяц вперед, расписывая метеоэлементы на каждый час. Можно сразу сказать... То есть изменение динамикой погоды по каждому часу? Да, да, да. Приводятся все цифры. Но после трех суток можно в этот прогноз даже не заглядывать. Поэтому, ну, что нас ждет? На весь сентябрь я сказать не могу, но первая декада будет прохладная. Вот если касаться вопроса бабьего лета, то классическое бабье лето — это когда стоит ясная, сухая, солнечная погода. Но, к сожалению, не получается, потому что практически постоянно будут идти дожди. Ну, а вот если посмотреть на первое сентября, все-таки вот тоже заблаговременность 5 суток, то опять выходит циклон, возможно, пасмурная погода, и, ну, во второй половине дня возможен дождь. Правильно ли я понял, что у нас и бабьего лета, как такового, в таком его прекрасном понимании, не будет в этом году? Не могу сказать. Может быть, вторая декада будет лучше. Вполне возможно. Еще есть вероятность этого. Но надо заметить, что все равно на севере бабье лето, оно внутри максимум 5 дней. Из-за того, что слишком перемещена погода в нашем регионе. Часто ли вам приходится слышать, может быть, некие упреки о том, что вот прогноз, что называется, не попал? Не оправдался. Да нет. Вы знаете, здесь ведь больше стоит вопрос адекватности восприятия прогноза самого. Вот, к сожалению, у нас в стране не занимались этим вопросом, а на Западе люди уже давно приучены и даже получают вероятностные прогнозы. То есть они, например, получают прогноз 30% вероятности осадков, и они уже сами думают, выступают, опять же, экспортами. Попадут они в эти 30% или нет? Да. Мы же приучили население, организации, что если мы что-то написали в прогнозе, то это непременно должно сбыться. Но, во-первых, надо воспринимать прогноз не как руководство к действию, а как информацию к размышлению. Потому что, например, когда мы летом прогнозируем осадки, как правило, это ведь осадки ливневого характера, конвективного происхождения, грозы. Естественно, они носят очень локальный характер. Если мы в прогнозе по Архангельску сообщаем, что будет гроза или ливень, то в Маймаксе он может быть. А на Исакогорке нет? Да, на Исакогорке нет. Поэтому, то есть, население должно быть готово к работе с сексом этого прогноза, со смыслом этого прогноза. Насколько все-таки, если резюмировать сегодняшний разговор, непростая работа людей, которые занимаются прогнозированием. Как и где учат на таких специалистов? Ну, это очень сложная работа, на самом деле. Наши специалисты учатся в Гидрометеорологическом университете в Петербурге. К сожалению, приток к нам молодых специалистов весь иссяк в связи с разными финансами и прочими трудностями. Мы готовим практически их на месте. Работа это очень творческая. Это, я бы сказала, напряженно-нервная. Потому что я еще за свою жизнь не встречала ни одного специалиста-синоптика, плохого, хорошего, который бы не переживал за результат своего прогноза. И представьте, это надо человеку предсказать то, еще чего не случилось. И то, что ждут тысячи людей. Да, и еще... Ежедневно, включая телевизор в том числе. Хочу добавить, что у нас очень сложный для прогнозирования район. Это не Средняя Азия, где там 50 градусов с плюсом остановилось на все лето и стоит. У нас сегодня идет дождь, завтра может пойти снег. А у нас влияет что на такую резкую смену погоды? Близость, все-таки, как вы уже упомянули, арктических? Да, близость Арктики и плюс Северная Атлантика. Так сказать, в комплексе. Дело в том, что когда проходит циклон, а он может проходить быстро, он может пройти по Архангельской области в течение одних суток, вслед за этим сразу происходит иногда резкий обвал арктической воздушной массы, а иногда кратковременный заход. Но, тем не менее, погода опять резко меняется. Спасибо большое. У вас потрясающая, замечательная, а главное, нужная работа. Я тоже так считаю. Своеобразный метеоликбез для зрителей канала ПС провела начальник гидромедцентра Северного УГМС Ирина Грещенко. На этом программа подошла к концу. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин